Всем привет, друзья! Посмотрите вокруг, я в Нью-Йорке В общем, я снова прилетел сюда для того, чтобы закончить свое обучение на Private Pilot И это не самое главное из того, что произойдет в этом выпуске Это будет очень эпичная серия, обязательно досматривайте ее до конца Потому что произошло то, о чем мечтает каждый пилот в своей жизни Даже больших пассажирских самолетов А я это сделал буквально через год после того, как попал в авиацию В общем, эта серия обещает быть максимально интересной Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем Погнали! Ребят, нет времени объяснять, как говорится В общем, только вчера вечером я прилетел в Америку Видите, не побрился, не собрался, потому что вот этой съемки сейчас вообще не должно было быть У меня экзамен чекрайт назначен через полторы недели Но мне сейчас звонят и говорят о том, что на завтра отменился чекрайт Свободен экзаменатор и можно сдать Но мне нужно сделать проверочный полет прямо сейчас перед этим Как видите, уже начинает темнеть Ну еще солнце не село, но вот-вот уже сядет Короче, прямо сейчас я еду на проверочный полет Если все ок, то завтра с утра выхожу на чекрайт Очень волнительно, но я полностью готовился ко всему Перечитывал всю теорию все эти дни Летал в Питере, как вы помните В общем, все должно получиться Ребят, как же я соскучился по этому самолету Здарова! 733, папа гольф, как дела? В общем, почему отменился чекрайт другой? Там человек должен был сдавать мультиэнжин И сегодня накрылась магнетом И просто техническая неполадка Из-за которой у меня появляется отличный шанс Блин, уже начинает темнеть Райана все нет У него предыдущий полет Его тоже выдернули сейчас Как бы из процесса Мне нужно сейчас показать полную программу А на улице стемнеет Меня это немного пугает Не потому, что я боюсь, что я не смогу что-то сделать элементы Просто потому, что это гораздо сложнее То есть, допустим, мне надо делать там Power-on stall Без закрылок Ввожу самолет в сваливание И после этого должен выровняться И мне нужен визуальный референс Для того, чтобы выровняться нормально Ночью вообще расстояния скрадываются Они ощущаются по-другому И, допустим, та же самая посадка Мне нужно делать на мягкую ВПП Что я вот только на задней сажусь И весь пробег только на задних Ну, блин, а расстояние-то ощущается по-другому На этой взлетной полосе Илья, привет Привет, как дела? Добро пожаловать обратно Рад видеть, взаимно Сколько у нас топлива и масла? Полный бак горючего И шесть кварт масла Отлично Ну что, сегодня мы с тобой сделаем Практически полную программу чекрайда За исключением маневров с наземными ориентирами Ну, например, полет вокруг точки на земле Или сообразная разворота Потому что будет слишком темно Чтобы увидеть землю и ориентиры Так, для начала выполняем взлет Ты ведь помнишь, как сделать взлет с мягкой полосы? Да? Сегодня отличные условия Ветра практически нет Скоро стемнеет Поэтому после взлета Мы не будем далеко отлетать от аэродрома В темноте, конечно, сложновато ориентироваться Но, думаю, ты справишься Друзья, еще пару лет назад мы и подумать не могли Что можно будет оформить полис ОСАГО или КАСКО Не выходя из дома всего за несколько минут Сегодня же все изменилось С Тинькофф Страхование можно оформить полис буквально за 2 минуты Прямо в приложении банка Все делается очень просто и всего лишь за несколько кликов И если у вас случится ДТП То нужно всего лишь заявить о случившемся в мобильном приложении Тинькофф решит ваш вопрос за один день Выплата приходит прямо на карту в течение 24 часов Если возникает какой-либо вопрос по работе сервиса То его всегда можно решить онлайн, круглосуточно и без выходных Отзывчивые специалисты Тинькофф всегда на связи в чате и по телефону И они быстро вам помогут Сервис простой, приятный и удобный во всех отношениях Оформи ОСАГО от Тинькофф Страхование по ссылке в описании Упрощай жизнь с Тинькофф Страхование Давай подсветку прибора включим Не используй тормоза, включай на ходу Выключатель вот здесь Где, 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 где? Вот тут О, я, кстати, не знал, как ее включать Вот так хорошо Мы, кстати, с моим самолетом в Петербурге практически закончили Я думаю, еще пара недель и будет первый полет Крутяк! Какой мотор у вас? Lycoming 290 140 лошадиных сил Ух ты, это побольше, чем на стоке Там вроде 110 должно быть Ну да Мой отец называет Cessna 150, гольфкар О, то есть гоукарт Ты знаешь, что такое гоукарт? Машинка для гольфа, для поля? Нет, гоукарт, это такая маленькая машинка, типа для картинга Только для детей Но у вас-то движок не детский Самолет будет такой же мощный, как 172-я Cessna Три Папа Гольф, ветер 280 на 5, полоса 4, взлет разрешаю Взлет разрешен, четвертая полоса 733 Папа Гольф Полная мощность, хорошо взлет с мягкой ВПП Отрыв, разгоняемся в граунд-эффекте 60, теперь переходим в набор Отлично, очень хорошо Выдерживаю направление, набираю 500 футов, потом закрылкой уберу Молодец, экзамен БТ сдал Закрылки, триммер, продолжаю набор на скорости 73 узла Лучшая скорость для набора Хорошо Cessna 733 Папа Гольф Начинайте левый разворот по возможности Спереди, с севера другой самолет Поверну как смогу, 733 Папа Гольф Времени уже прошло 3 часа с того момента Сейчас заполняли все бумаги, готовили логбук Все вроде закончили, завтра в 7 утра у меня уже экзамен Все хорошо? Абсолютно, все по плану Завидую я тебе, если честно Мечтал бы еще раз повторить свой первый чекрайт Я помню, так нервничал Экзаменатор завтра шикарный, очень справедливый У него нет задачи завалить студента Но чтобы дать тебе свидетельство частного пилота Он должен убедиться, что ты умеешь летать и знаешь теорию Главное, не торопись Если он что-то спросил, а ты не понял Лучше переспроси, не давай неправильные ответы Если ты не знаешь, как ответить на вопрос Будь честен и используй волшебную фразу Я не хочу ответить неправильно, поэтому я хочу убедиться, что мой ответ верный Это можно проверить в этой книге Например, в руководстве полетной эксплуатации Или в федеральных правилах Если ты какое-то упражнение сделал не идеально Можешь сказать, что обычно у тебя получается лучше И он, может быть, даст тебе возможность попробовать еще раз Или даже ничего не говори Он, скорее всего, сам даст тебе второй шанс Если до этого все было хорошо И еще Постарайся не нервничать Если экзаменатор молчит, это хорошо Если ты ошибешься, он тебе об этом скажет Причем сразу же Например, увы, это было плохо И, возможно, предложит попробовать еще разок Но если он ничего не говорит, это отлично Во время моего экзамена я делал развороты, скольжение, посадку с отказом двигателя и так далее Проверяющий ничего не говорил и я все время переживал, не заваливаю ли я экзамен Теперь я знаю, что если экзаменатор никак не комментирует происходящее, это хорошо В общем, постарайся расслабиться и получить удовольствие от экзамена Завтра ты проверишь свои знания и навыки Будь внимателен и удачи тебе Спасибо большое Ну все, что, пошел готовить маршрут Мне только что прислали всю информацию Сейчас еще часа два, наверное, на это уйдет В общем, с Райаном я отлетал, все нормально И несмотря на то, что была ночь и было реально очень тяжело Я все-таки получил свой индорсмент И, соответственно, на следующее утро у меня был чекрайд На чекрайде снимать нельзя Вот именно сам экзамен Но я все-таки немножко перед самым экзаменом поснимал Но в целом, конечно, этот процесс показать не получится То ли от джетлага, то ли от нервов Но я встал сегодня очень рано Приехал примерно на 40 минут до того, как должен начаться экзамен Захожу, а Грег уже здесь сидит, готовится В общем, нервно, нервно Даже не знаю, то ли из-за смены часовых поясов, то ли из-за нервов Но я проснулся и приехал намного раньше, чем нужно И очень удивлен, что вы тоже уже здесь Я, если честно, вчера тоже поздно лег А сегодня встал раньше будильника Поэтому успел проскочить до начала пробок И, ну, никак не ожидал, что ты тоже уже будешь здесь Ну, значит, пораньше начнем Если честно, я думал, вы прилетите на экзамен на самолете Нет Почему нет? Нет, но я мог бы, я иногда прилетаю на экзамен на самолете Но сегодня было гораздо проще прыгнуть в машину И сразу же стартануть без всех этих предполетных инспекций Прогрева двигателя и так далее А не могли бы вы для моих подписчиков немного рассказать Об особенностях сегодняшнего экзамена? Ну что, ты наконец-то закончил довольно длинную программу обучения И сегодня у тебя экзамен согласно требованиям ФАИ Важно отметить, что я не являюсь представителем администрации Федерации авиации Я не работаю на них, но я представляю их интересы У меня есть специальная лицензия, чтобы проводить экзамен По программе сегодня сначала устный экзамен, который продлится чуть больше часа Затем ты сделаешь предполетный осмотр И мы начнем полет, в котором ты будешь выполнять различные упражнения Эта часть займет часа полтора Я хочу увидеть все, что ты умеешь Также ты подготовил полет по маршруту Изучим твой план Если по всем этим пунктам будет успех То по прилету ты получишь лицензию частного пилота Так, ребят, на этом я должен остановить съемку Потому что это запрещено во время экзамена Пожелайте мне удачи и от винта Я тоже желаю удачи Спасибо Как видите, вот эта надпись Экзамен прогресс Ой, облился Это про меня В общем, три часа теории Три часа граунда Просто жесть Я вообще выдохся А теперь надо летать Он мне программу озвучил Я просто в шоке Там часа на два высшего пилотажа какого-то Самое пугающее меня То, что надо сделать soft field landing Ну, то есть посадку только на два задних колеса Потом бежать, бежать, бежать по взлетке И обратно взлететь с двух колес И это все без касания переднего колеса Короче, такого я еще не делал Ох, что так спать хочется Вообще, я сегодня спал, блин Часа три, наверное, в сумме, не больше Полночи делал маршрут Потом уснуть не мог Потом проснулся из-за джетлага раньше времени Упиваюсь кофе, короче Будем надеяться, что сейчас все получится Ну, вроде бы теория нормально прошла Блин, вообще непросто Но интересно Безумно интересно Жалко, нельзя это было снимать Прям, я бы пересмотрел, конечно, этот разговор Ну что, ребят Сделал pre-flight Сейчас подойдет экзаменатор Я вам скажу, что потенциально Через, там, пару часов Если все пойдет нормально Я стану пилотом Международным Официально Я получу лицензию США Которую очень трудно получить Одна из самых сложных лицензий в мире На иностранном языке Для меня это Ну, я когда эту идею задумал Еще когда я только пошел учиться в России Я думал, блин Ну это же просто невозможно И вот сейчас Когда я уже нахожусь в одном шаге Я вам скажу, что это было просто невозможно Это было очень трудно Но это было так интересно Мне настолько понравилось И самое главное, что В пилотировании можно развиваться бесконечно Это мир, у которого нет грани У которого нет конца и края И да, я сейчас получу лицензию Да, я смогу купить здесь самолет Поставить его В принципе, в любой стране мира Летать на нем Но главное не это Главное то, что Я просто кайфую Каждый раз Каждый день Каждый час Когда я не могу уснуть Когда мне нужно выучить кучу новой информации Когда мне пришлось выучить иностранный язык Я 7 раз не мог знать этот английский в Аэрофлоте Это просто капец, ребят Это невообразимо Это того стоило Вообще ни разу не пожалел Мне кажется, дальше будет Еще интереснее Еще круче Потому что дальше начинается Самое интересное Это путешествие Ладно, я так уже говорю Как будто бы сдал Ну, даже если сейчас не сдам Сдам через там Пару недель там Перезапишусь В любом случае Я уже практически Вот я уже на волосочке Теорию уже сдал Осталось только отлетать То есть даже если я сегодня Не отлетаю Ну, точнее отлетаю И не сдам То мне все равно только переполеты Останется сделать Причем только те упражнения Которые не сдал А не всю программу полностью В общем, че Три папа гольф Погнали Илья Несмотря на то Что ты один раз Меня слегка напугал Я уверен Что ты будешь Отличным И главное Безопасным пилотом Поздравляю Ух, у меня руки трясутся Не переживай Это со всеми происходит Более того Некоторые парни Даже слезу могут пустить В этот момент Ведь это был Настолько сложный путь Короче Мои тебе поздравления Спасибо большое Прошло 5 минут Пока самолет подготовил Упаковал Закрыл Я не могу поверить Просто Я не знаю Я выжат как лимон Я не спал Практически Блин Двое суток Перелет Джетлак Но я это сделал Все Я официально Частный пилот С американской лицензией Которую можно валидировать Где угодно Летать где угодно Получать рейтинг Инструментальный Мультиэнжин Да я вообще могу Пойти в большую авиацию Теперь Можно налетать 250 часов Получить коммерцию Прикиньте Просто мне даже не верится И столько возможностей Открывается Процесс учебы Был такой интересный И со школы Мне очень повезло Такая классная Я вообще не жалею Что сюда поехал учиться Блин Это того стоило Это самый невероятный опыт Который у меня был в жизни И теперь Можно начинать Эксплуатировать Мою лицензию пилота В общем все ребят Я частный пилот Как-то так выглядит Лицензия пилота Не очень презентабель Но это пока что Потом распечатают Пластиковые В течение Четырех месяцев Опаньки Смотрите И подарки Фотография с Грегом Сертификат И даже до дня рождения успел Меньше чем за один год Получил две лицензии пилота Теперь это будет моя Основная кружка в офисе После экзамена Когда я все-таки Получил свою Долгожданную Лицензию Частного пилота У меня вообще Не было сил Даже чтобы радоваться Я был выжат Как лимон У меня было такое ощущение Что мне задали Вообще все вопросы По теории Я рассказывал про airspace Я рассказывал про устройство Самолета Про документацию Которая нужна Ну вообще все В общем спрашивали После этого Мы начали летать Там меня опять же Спросили вообще все упражнения Которые только можно спросить Steep turns Сваливание без оборотов Сваливание на полных оборотах Посадка на soft field Посадка short field В общем все Что только можно было показать Для того чтобы доказать Свои навыки пилотирования Я сделал Только вчера закончилось Мое обучение на пилота Я получил лицензию Сдал этот сложный экзамен Набрался сил И сегодня Начинается Новая ступень Моего обучения Сразу же Без каких-либо Перерывов и пауз Я получаю High performance рейтинг 200 плюс лошадиных сил Это быстрые самолеты Надо еще по идее Отдельно бы получить Комплексные самолеты Это убирающиеся шасси Закрылки Винт изменяемого шага Но тем не менее Сегодня я начинаю Учиться на самолете У которого уже Винт изменяемого шага В общем Новая ступень Новый уровень Быстрые Мощные Действительно сложные самолеты Мне не терпится Уже сесть за штурвал И попробовать на себе Что это такое В общем Это будет интересно Все началось с того Что мне прислали POH На самолет На котором я буду летать Это руководство Летной эксплуатации Уже изучаю 40 страниц просмотрел Давайте вот про скорость Посмотрим Если с вами Это самое интересное Значит скорость Которую нельзя Никогда достигать Это у нас 175 узлов И это получается 324 км в час То есть это максимальная На которой мы летать Конечно же не будем А вот смотрите Крузинг спид Это как раз та На которой мы Можем спокойно Передвигаться Это у нас 140 узлов То есть 260 км в час Так же как мы видим У нас 230 лошадиных сил Двигатель лайкомин 540 Ну и максимальный вес С которым мы можем взлетать Это 3100 паундов Небольшой перерывчик в занятиях Ну я вам скажу Что вроде бы Все то же самое Но на самом деле Все уже совсем по-другому И я понимаю Всю серьезность Вообще этого самолета Тех скоростей Той мощности Которая в нем заложена Во-первых У тебя добавляется Винт изменяемого шага За которым нужно Все время следить Смотреть Чтобы давление Не перекрывало Обороты Но мне в целом Нравится концепция Того что постепенно Идет усложнение И самое главное Что я еще теперь Научусь летать На гарминах тысячных На них уже Все современные Новые самолеты Джеты там всякие И так далее Это будет максимально Полезный опыт В общем я в предвкушении Теория теории А практика практикой Нужно пойти Посмотреть живую На самолет Научиться делать Прифлайт И посмотреть Как это все устроено Мы подходим К 172-й Сесне На которой ты привык летать Обрати внимание На форму И размер воздухозаборников Они довольно большие Видишь? Их предназначение Охлаждение двигателя Когда самолет взлетает Угол атаки большой И важно Чтобы через эти отверстия Проходило достаточно воздуха Чтобы двигатель Не перегревался Тем более Что во время взлета Он работает На максимальных оборотах Так Теперь посмотрим На 182-ю Сесну Если спросить Обычного человека Чем отличаются Эти два самолета Скорее всего Он скажет Что разница В количестве лопастей На винте Там их две А здесь их три Но главная Разница в другом Вот, кстати, интересный факт Почему мы используем Эти заглушки Птицы Особенно в весеннее время Ищут где бы свить Свои гнезда И пространство Вот здесь под капотом Им особенно нравится Поэтому нужно Всегда закрывать Эти воздуховоды Когда самолет На стоянке Для того, чтобы Свить гнездо Птицам достаточно Буквально одного дня Очень быстро Теперь поговорим О воздухозаборниках На этом самолете Нетрудно заметить Что они здесь Гораздо меньше Чем на 172-й Сесне Конструкторы Решили сделать их Меньше В пользу аэродинамики Это быстрый и мощный Самолет В нем все нацелено На получение Максимальных показателей Но как компенсировать Маленькие размеры Заборников Чтобы двигатель Не перегревался Во время взлета И набора высоты Для решения этой задачи Инженеры придумали Специальные панели Давай заглянем в салон И посмотрим Как они работают Здесь у нас Ручка дополнительных Дефлекторов Сейчас они В закрытом положении Попробуй их открыть Для этого нужно Немного сдвинуть Ручку вправо И поднять До самого верха Аккуратно Без спешки Полностью вверх Теперь видно Как выглядят Дополнительные дефлекторы В открытом виде Когда ты взлетаешь И обороты двигателя На максимуме Тебе нужно Максимальное охлаждение Ты летишь С большим углом атаки Набегающий поток Попадает внутрь Охлаждает двигатель И вылетает наружу Через вот эти Дополнительные дефлекторы Которые мы открыли Вот такое решение Придумали инженеры Сесна И даже такие уменьшенные По сравнению Со 172 Сесной Ноздри Позволяют Достаточно охладить Движок Закрываем Вот так они выглядят Во время горизонтального Полета Опять открываем Сейчас я их закрою Поскольку мы Взлетать не собираемся Хорошо А можно я включу Мастер сейчас Конечно А вообще Какую первую вещь Нужно делать Когда мы подходим К самолету Ну Взять в руки Чек-лист Совершенно верно Предполетный осмотр Вес и баланс Посчитали Характеристики полосы Посмотрели Замок штурвала Давай уберем Замок штурвала Здесь эта система Немного другая Приподними штурвал И сдвигай замок Вправо Хочешь штурвала Попробовать Я могу взять камеру Ого Из рук вырывает Дело в том Что сейчас сильный ветер С порывами Он еще и дует Севера А мы как раз туда Хвостом повернута Видишь Вот что происходит Если не ставить штурвал На замок Когда паркуешь самолет По штурвалам Обрати внимание Они не только тяжелее Но еще и имеют Больший диапазон И вообще они больше Трубки больше Но в воздухе Ты этого не почувствуешь Поскольку там будет Набегающий поток И штурвалы будут ощущаться Почти как на 172 Как ты можешь помнить Из нашего разговора В классе В этом самолете Два источника питания Авионики Если ты сейчас нажмешь Вот этот переключатель вверх Позицию арм То через несколько секунд Включится левый экран Вообще здесь два монитора Эта система называется Garmin 1000 Запасной аккумулятор Обеспечивает питанием Левый экран Как видишь Он уже включился А какое предназначение У вентиляторов Авионики Охлаждение Да, чтобы оборудование Не перегревалось Сейчас автопилот Производит самотестирование Нажми на обвод И теперь мы видим карту Обрати внимание Что параметры двигателя Отображаются на обоих Мониторах с левой стороны Вот здесь у нас Давление в коллекторе Кстати Вопрос на засыпку Почему давление в коллекторе Сейчас 29,6? Почему именно эти цифры? Ну, атмосферное давление Молочага Этот звук будто сигнализирует Неправильный ответ Не-не-не, ответ правильный Этот звук показывает Что автопилот Завершил тестирование Хорошо, что ты догадался Это правильный ответ 29,6 — это давление В атмосфере сегодня В том месте, где мы находимся Поскольку двигатель выключен И давление в коллекторе Не создается Прибор показывает Давление снаружи самолета В общем, все основные Параметры двигателя Здесь рядом карта Также у нас есть Альтернативные инструменты Необходимые в случае Отказа основной авионики Например, индикатор скорости Он тебе может понадобиться Если еще светит яркое солнце И ты не можешь Разглядеть данные на мониторе Мне кажется, основное Преимущество этого самолета Это пространство вокруг Очень комфортно О, да, здесь не только Спереди много места Но еще и у задних пассажиров Можно также убрать задние сидения Перевозить грузы Собираем все обратно, как было Погода очень ветреная Полетать не получится Но в целом Знакомство с этим самолетом Конечно, безумно интересное Вообще, жду не дождусь Когда теперь будет летный денечек Для того, чтобы это все Протестировать в жизни Я часто бываю в разных городах И странах И каждый раз стараюсь посетить Какую-нибудь главную достопримечательность Даже если времени очень мало И вот, когда я первый раз был в Америке В Нью-Йорке Я, естественно, поехал на Статую Свободы Там на таком круизе-пароме Ты едешь, потом там ходишь вокруг И в тот раз я узнал о том Что есть возможность Подняться в голову Статуи Свободы Но это сделать очень сложно Нужно заранее покупать билеты И самое главное Их еще так просто было Не оплатить уже тогда Через VPN Как-то, короче, все заморочено Я эту идею оставил И вот сейчас Когда я в прошлой поездке здесь был Я заранее купил билеты В голову Статуи Свободы И сегодня пришла та дата На которую у меня была запланирована поездка И, к сожалению, на улице просто ливень Погода отвратительная Но, тем не менее, нужно ехать Во-первых, не пропадать же билетом Во-вторых, когда я еще раз туда смогу попасть Я вообще не знаю, когда я сюда приеду В общем, едем в голову Статуи Свободы Посмотрим, как там все внутри устроено Пришел в кассы Сказал номер подтверждения Выдали вот такой вот браслет Без которого не пустят в голову И билет 24 доллара 30 центов Все удовольствие То есть прямо сейчас Вон, смотрите, кораблик уже отплыл Вон Статуя Свободы видна вдалеке И сначала нужно пройти секьюрити контроль Я вам скажу, что выглядит она, конечно, потрепанно Неплохо бы реставрацию провести И вот туда, в самый-самый верх, мы сейчас поднимемся Следующий шаг был не потерять билет Который я уже думал, что мне не нужен В общем, кладем все вещи туда И идем через опять, видимо, охрану, проверку Внутрь вот этого здания Интересно, тут внутри полноценное здание, короче К моему удивлению, есть лифт, чтобы подняться наверх Здесь уже ступенечки становятся узенькими Забрали браслет Ого, какая лестница Прям как высокий подниматься Но я вам скажу, что это прям серьезный челлендж Я сначала обрадовался, что лифт есть Но этот лифт везет тебя только на базу А дальше вот так вот Поднимаешься, поднимаешься И тут тебе на 60 ступенек до короны Ну, в целом изматывает, конечно Лестница очень узкая Если вы ели много бургеров, то вам будет очень сложно ее преодолеть Добро пожаловать И это все? Ну да Ребята, это того не стоило Я-то ожидал Это что, это мы в голове, получается, да? Вы каждый день поднимаетесь по этой лестнице на работу Вам и в спортзал ходить не надо после такого Проблема в том, что мне даже не выпрямиться здесь В полный рост Только вот здесь можно это сделать Насколько мы высоко Ну что можно сказать? Это, конечно, доходе стоило Очень большая заморога туда подняться Еще и ждать, блин, надо столько времени Такая очередь большая на эти билеты Но в целом, ну, как бы, я не жалею, что поехал Потому что я столько лет мечтал попасть Но вы сами видели, как все было по факту Все было совсем иначе Очень сильно забились ноги Ну, в общем, я не жалею, что сегодня плохая погода Ничего не потерял Кроме 24 долларов и 2 часов времени Сегодня первый день Начинаем полеты на 182 Времени без 10.7 утра Сейчас рассвет И прифлайт инспекции Кодвелл руление 72 Майк Чарли Запуск на стоянке Разрешите руление для вылета на север Информация Янки 72 Майк Чарли Кодвелл руление Занимайте полосу 28 по Альфа-Новембо Полоса 28 по Альфа-Новембо 72 Майк Чарли Что мы делаем в первую очередь, когда начинаем руление? Проверяем тормоза Отлично, давай это сделаем Проверяю тормоза, можете свои проверить? Конечно, проверяю, все хорошо Управление отдал Управление взял Отлично Cessna 72 Майк Чарли Полоса 28 к взлету готов Cessna 72 Майк Чарли Ветер 330 на 4 Порывы 14 Полоса 28 Взлет разрешаю Полоса 28 Взлет разрешили 72 Майк Чарли Отлично, погнали Плавно и аккуратно добавляем обороты Выдерживаем по осевой И на 60 узлах взлетаем Погнали Скорость растет Направление Выдерживаю Полный газ 50 Отрыв Отлично На тормоз нажми, чтобы убрать вибрации от колес в воздухе Можно отримировать самолет по необходимости Тангажа больше Видишь, как много у него мощности? О, да Не забывай про правую педаль для координированного полета Из-за высокого тангажа ничего впереди не вижу Можешь немного опустить нос Тогда, правда, скорость набора будет не максимальная Но можно уменьшить тангаж Мощная пара, да? Это точно, 100 узлов на взлете, это, конечно, впечатляет Опусти нос еще немного Там впереди самолет, нужно его увидеть И начинаем поворот направо Достигли безопасной высоты Поворот плавнее, плавнее 1300 футов Можно уменьшить мощность, чтобы давление в коллекторе было 25 Аккуратно, медленно, плавно Режим набора 24-25 Сейчас у нас 25, верно? Будь осторожен, потому что все происходит очень быстро Мы уже на 2000 футов А что над нами? Там пространство Браво Верно, так что выравнивай самолет Казалось бы, 172-я Cessna, 182-я Cessna Разницы практически никакой Визуально не подготовленный человек их даже не отличит Но на самом деле я просто офигел от того, насколько сильно они отличаются Во-первых, 182-я Cessna значительно больше Она прям тяжелее по весу Но самое главное из-за того, что там эти тысячные гармины Винт изменяемого шага То есть я привык как? Ты ручкой оборотов регулируешь И у тебя сразу же меняются RPM Да, вот обороты двигателя Но здесь получается ты Вот этой черной ручкой отвечаешь не за обороты двигателя А за давление За которым ты должен смотреть Синей ручкой ты меняешь угол атаки винта И уже от нее меняются обороты двигателя И при этом ты не должен сделать так, чтобы у тебя давление превышало первые две цифры от оборотов Короче, постоянно все это нужно контролировать Помимо прочего, тебе еще нужно открывать дополнительный обдув двигателя Для того, чтобы он охлаждался во время набора высоты Во время снижения наоборот закрывать Все эти параметры Плюс другая авионика Плюс другие ощущения от самолета Короче, было очень непривычно Другие скорости, естественно, гораздо быстрее И, в общем-то, первый мой час полетов Я просто медленно, но верно привыкал Пока мой инструктор постоянно мне что-то говорил И я думаю, что когда я буду пересматривать видео Потом с этих занятий Я еще буду 10 раз больше информации получать Ту, которую я вроде слышал Но она не отложилась даже у меня в подсознании Сейчас я не могу управлять самолетом Потому что мы уже находимся в инструментальных условиях Но благо я с человеком, который может это делать И вот смотрите, мы сейчас пробиваем облака Вокруг никого нет, ни единого самолетика Сейчас будет просто красотища, смотрите То, ради чего я вообще пошел в пилоты Вау Ха-ха, очень красиво Управление дал Управление взял Набираю высоту Да Невероятный вид Полностью согласен Какая красота Просто посмотрите на эту красоту, ребята Обалдеть И даже если день не солнечный, а облачный Можно подняться чуть повыше И любоваться этой красотой Семьдесят узлов Опускаем нос Отлично Немного мощность уменьше Ниже нос Красота Плавно Аккуратно Чуть больше мощности Плавно Правая педаль Еще чуть-чуть Еще правая педаль Все нормально Убирай закрылки Убирай закрылки Закрылки убрал Поехали Спокойно и плавно Спокойно и плавно Больше правой педали Но в целом все отлично Первая посадка на мощном самолете Сложная, сложная Ты так напряженно выглядишь Да так и есть Илья молодец Я выжат как лимон Всего за час Но это было очень круто Очень интересно Я не ожидал, что будет настолько сложно Ну, в первый раз всегда так Казалось бы, уже пилот Ну что уже я могу узнать нового Я сейчас летал Как будто бы вообще впервые в жизни За штурвалом оказался Посмотрите, как камера высоко Да, чувствуете, как тут много пространства И по ощущениям он огромный Ты когда подлетаешь на посадку Он такой тяжеленный, здоровенный Ты уже вроде досаживаешь Уже вроде все, земля А он еще где-то в воздухе Непонятно В другой раз наоборот слишком близко И это, конечно, надо опять заново учиться Всему этому ощущению полетов Ну понятно, что когда у тебя уже есть опыт Можно быстро влетаться Но все равно прям тяжеловато вообще Это мне все дается вот так вот сходу Особенно вот эта вся работа с микшером С изменением шага винта С тем, что здесь эти тысячные гармины стоят У меня вообще глаза разбегаются Тут столько кнопок Столько крутилок каких-то разных Столько показателей у тебя одновременно Но устал Всего 2 часа полетов А выдохся, как будто бы, я не знаю 8-часовую смену отработал Пойду переваривать полученную информацию В целом нравится Я понимаю, что это уже серьезная техника Вот казалось бы, он чуть-чуть побольше, да Чем 172 цеста Но на самом деле, по ощущениям Это катастрофическая разница Он прям намного больше, намного тяжелее Ты такой летишь, как вы знаете Пересесть с маленькой машинки Даже не в джип, а Не, ну наверное с Камазом нельзя сравнивать Но вот что-то такое прям в большой джип какой-нибудь После того, как я получил PPL Теперь мне доступна очень интересная функция Я могу получить права пилота квадрокоптера Летать по всей стране, везде записывать видео Это очень удобно, потому что не надо покупать на стоках кадры И в общем-то для этого мне нужно пройти небольшой курс Вот смотрите, на сайте FAA это все делается Написано, что пройти его можно примерно за 2 часа После этого я просто распечатываю свой сертификат И, соответственно, могу снимать Могу пользоваться в течение 2 лет этой возможностью А потом надо будет заново проходить курс В общем, сейчас буду учиться Так, закончил я подготовку теоретическую Вместо 2 часов почти 3 часа это у меня заняло Ну, наверное, потому что все-таки английский не родной язык И приходится долго вчитываться Сейчас вот здесь мне нужно проходить вот такой вот огромный экзамен 145 вопросов, капец, я уже вообще сил нет никаких На планшете 12% зарядки, ну, погнали На один вопрос я, кстати, уже неправильно ответил Так, ну что, заполнил я весь экзамен, наконец-то У меня есть неправильные ответы А здесь вообще я пропустил, ничего не ответил Но в остальном опять неправильный ответ И что мне с этим делать? Получается, мне дали возможность просто исправить все ответы Которые я неправильно ввел Сейчас я попробую еще раз и так оценить экзамен И... Congratulations, you have successfully passed the exam Моя оценка 100% Ну, как бы не 100%, вы же мне дали исправлять неправильные ответы Ну, собственно, теперь мне нужно распечатать вот этот вот сертификат Принтер уже включился Уже в школе никого нет, все разошлись Смотрите, я тут один На двух отдельных страницах, да? Ну, ладно Положим их в коробку с квадрокоптером И будем использовать После первого полета и нескольких посадок на 182-й Цесни Мне нужно было начинать готовиться к самому главному Из того, что будет в этом сегодняшнем выпуске Это полет в JFK Чтобы вы понимали, это самый крупный международный аэропорт Северной Америки Больше 60 авиакомпаний каждый день совершают перелеты на 6 континентов вокруг 8 взлетных полос, из которых самое длинное 4,5 километра Естественно, сложнейший радиообмен и так далее В общем, очень серьезная история И многие, даже профессиональные пилоты, которые летают на Боингах и Аирбасах Никогда не были в JFK Ну, а я уже в конце этого выпуска совершу свой полет туда И перед тем, как это сделать, мы решили немного потренироваться Так как полет будет проходить через 3 пространства Браво Это самый загруженный и сложный аирспейс в Америке В общем, мы решили сделать небольшой тур вокруг Манхэттена Для того, чтобы попрактиковаться в радиопереговорах Освежить в памяти все необходимые знания Ну и, естественно, полюбоваться Нью-Йорком Ну что, друзья, сегодня большой день Во-первых, мы с Райаном впервые летим после того, как я получил пилотское удостоверение А во-вторых, мы сегодня летим на Манхэттен Будем делать тур вокруг небоскребов Залетим над Центральным парком? Да Да? Я бы еще один парк Видите, он уже все, уже понимает все, что мы говорим здесь с вами Вышка Тетербора, Skylane 72, Майк Чарли Вылетели из Кодвула, разрешите пролет через ваше пространство Затем вдоль Манхэттена в южном направлении На ВМБ 72, Майк Чарли, ответчик 0302 Ответчик 0302, 72, Майк Чарли 72, Майк Чарли, проследуйте над ВПП Тетербора на высоте 1500 футов Высотомер 3022 Можете ответить, я запишу Следуем над ВПП Тетербора на высоте 1500, 72, Майк Чарли Не хочу допустить ошибку На ВМБ 72, Майк Чарли, подтвердите, что планируете лететь вдоль Манхэттена Подтверждаю, вдоль небоскребов на юг 72, Майк Чарли 0302, ответчик 3022 на высотомере, отлично О, это аэропорт Ла Гвардия, верно? Да И никого вокруг, мы абсолютно одни Да, такое бывает крайне редко, чтобы никто не летал вокруг Манхэттена Нам повезло Далее будем вести коммуникацию с Ньюарком И думаю, что частота будет 118,3 А можете взять управление? Я хочу видом полюбоваться Управление взял Управление отдал Я днем здесь еще не летал и могу сказать, что зрелище просто невероятное После того, как долетим до Статуи Свободы и сделаем пару кругов, мы можем пролететь с другой стороны Манхэттена? Да, можем сделать пару кругов и потом попросим их разрешить полет по другой стороне, скорее всего нам разрешат Слушай, мы же в прошлый раз, когда летели ночью, там не летали, верно? Ну да, я сегодня там впервые полечу Отлично Новымбе 7.2 МакЧарлис Свяжитесь, Ньюарк, 127.85 127.85, спасибо, Нью-Йорк Вышка, 7.2 МакЧарли, добрый день, высота 2000 7.2 МакЧарли, высотомер 3020, ваш запрос? Мы хотим полетать вокруг Статуи Свободы и потом по западной стороне Манхэттена на север по возможности 2 МакЧарли 2 МакЧарли, продолжайте согласно запросу, доложите, когда будете над Статуей Свободы Принято, 2 МакЧарли Может попросим снизиться до полутора тысяч футов? Да, почему бы нет, мы здесь одни 2 МакЧарли, разрешите снизиться до полутора тысяч футов? 2 МакЧарли, разрешаю Одобрили полторы тысячи футов, 2 МакЧарли Так, теперь убираю обороты, верно, и еще предлагаю закрыть дополнительный дефлектор Мне кажется, я должен пролететь по этому маршруту минимум раз 5, а может быть и 10, вместе с инструктором, чтобы быть уверенным в своем радиообмене Да, радиообмен требует немного практики, конечно Правда, сегодня очень простой день для этого, так как в эфире тишина и никого вокруг Я вообще не слышал ни единого человека в эфире в течение всего полета, утро, воскресенье, вот секрет успеха Угу, походу пилоты вертолетов ленивые очень и любят поспать по выходным Так, теперь мое любимое упражнение, кружим вокруг объекта Давай, если ты выпустишь закрылки, можно лететь медленнее и получить больше удовольствия от вида, поскольку мы можем быть немного ближе к статуе Кстати, пару дней назад я был прям в голове статуи Свобода на экскурсии Правда, да? И, кстати, погода начала улучшаться Сейчас да, но позже по прогнозу снег Да, но после обеда, да, тут ты прав От полета днем совершенно другие ощущения А тебе здесь днем больше нравится летать? Да я даже не знаю, ощущения совершенно разные Я не могу выбрать что-то одно А мне ночью больше нравится Ребят, просто я не могу в это поверить Прямо сейчас я лечу над центральным парком Слева от меня небоскребы В каждом из которых продаются апартаменты 10 миллионов долларов, наверное, минимальная ставка стоимости свином вот в эту сторону А мы просто летим здесь на самолете У меня нет слов, насколько это классно Тумасшедший вид И мы здесь совершенно одни, что самое интересное Вообще ни одного самолета нету вокруг Хотя погодка прикольная Воскресенье 9.20, представляете? Вот вам лайфхак, когда надо летать вокруг Нью-Йорка Вы представляете? Я забыл повесить камеру на крыло Я только в середине полета об этом вспомнил Наверное, самый красивый полет в моей жизни Я просто забываю Вот этот сложный самолет, в котором G1000 Чек-лист, который в два раза длиннее, чем обычный любой чек-лист И я обо всем об этом думаю Как бы взлететь, как бы ничего не забыть И самое главное, блин, съемка Забываю Но, конечно, я вам скажу, что нужно еще заниматься по радиообмену Потому что я вообще сегодня был один Вообще никаких переговоров радио не велось Хотя мы вели с двумя пространствами Б сегодня коммуникацию Было настолько просто Но все равно мне было как-то тяжеловато Нужно полетать с инструктором именно на Нью-Йорк И тогда я уже смогу это делать сам Либо я могу летать на Гудзон Через специальный коридор Который не в пространстве Браво Там будет очень мало радиообмена Надо пройти просто онлайн-курс за 30 минут И никаких проблем Ребят, сегодня большой день Завершается мое обучение на High Performance И еще, смотрите, мне пришло письмо У меня здесь Опа Лицензия Но, правда, эта лицензия еще студенческая У меня уже есть большая лицензия Но, тем не менее Вот такая вот карточка у меня теперь есть Как водительские права выглядят Но это все детали Самое главное, что мы сегодня летим В самый крупный и серьезный аэропорт Америки Он входит, наверное, в тройку Самых крупных аэропортов мира Аэропорт Джона Кеннеди Мы летим туда с посадкой В общем, я волнуюсь Уже с самого утра выписывал все радиочастоты Там на карте все смотрел Какие у нас будут зоны Думал о том, какие варианты радиообмена Возможно, мне предстоит сегодня везти Готовился Переслушивал наш полет с Райаном На Манхэттен Который был несколько дней назад И будем надеяться, что все пойдет по плану Вышка Кодвелл Skylane 72 Майк Чарли Полоса 28 К взлету готов Направление запад 2.8 Майк Чарли Полоса 28 Взлет разрешаю Взлет разрешили Полоса 2.8 72 Майк Чарли Скорость растет Выдерживаю по осевой 50 60 Отрыв Тормоза Отлично, полетели Сегодня турбулентность Но зато солнце светит справа от нас Параллельно взлетает тень от нашего самолета Очень красиво Набираю 900 футов, потом поверну направо Отлично Вышка Тетербора 72 Майк Чарли Разрешите пролет в вашем пространстве над ВПП в сторону реки Гудзон Для пролета вдоль Манхэттена, а затем в аэропорт Джона Кеннеди На вам 82 Майк Чарли Вышка Тетербора Проследуйте на высоте 1500 футов Азотомер 3011 3011 72 Майк Чарли Видишь аэропорт? Ну да Вот нам туда 72 Майк Чарли Какие намерения? Мы бы хотели пролететь вдоль Манхэттена на юг в классе Браво А затем в аэропорт Джона Кеннеди, чтобы сделать конвейер Принял вы сначала хотите на юг вдоль Манхэттена? Так точно, 72 Майк Чарли принял Скайлайн 72 Майк Чарли Вижу вас на радаре в одной миле на запад от Тетербора Скажите высоту 1500 72 Майк Чарли Принял, спасибо Я запишу ваше назначение как река Гудзона А потом можете запроситься в JFK у Ля Гвардии Когда выйдете с ними на связь Прошу проследовать в сторону моста Джорджа Вашингтона На высоте 1400 футов Выполняю Позже запрошу в Ля Гвардии Полет в аэропорт Джона Кеннеди Спасибо Давай выполним чек-лист горизонтального полета Можете взять управление на секундочку? Управление взял Нам нужно сейчас... Можешь держать чек-лист перед собой, иначе тебя укачает, если будешь вниз смотреть? 72 Майк Чарли Прошу проследовать на высоте 1400 к реке в северном направлении Будьте внимательны, там вертолет Свяжитесь в Ля Гвардии 12605 12605 72 Майк Чарли 2 Майк Чарли проследуйте на высоте 2000 до Гудзона Вертолет на час в 3 милях с севера на юг на высоте 1500 Информацию принял, трафик наблюдаю, набираю 2000 футов 72 Майк Чарли 2 Майк Чарли, разрешаю вход в пространство Браво Браво разрешили, 72 Майк Чарли Так, теперь меньше обороты до 25 Ваша цель в JFK? Хотим сделать конвейер в Джона Кеннеди 2 Майк Чарли Я не думаю, что это возможно Тогда мы сделаем посадку в JFK 72 Майк Чарли Добавь мощности, и мы набираем 2000 футов Полегче, полегче Только 25, только 25 Управление отдал Самолет на 1 час Держись правой стороны, потому что там навстречу вертолет летит по другой стороне реки Мне смесь нужно обогатить? Нет, все хорошо, летим на этих настройках Это лучшая смесь на данный момент Окей Внимательность за высотой, ты и снижаешься Ладно Мы сейчас летим на юг до конца Манхэттена И там уже запросимся в аэропорт Джона Кеннеди Сейчас потрясет сегодня турбулентность, нормальная такая Но зато вид идеальный Ну да, это компромисс Трясет, зато какой видок Ребят, тут конечно записать под лодку не получится Я буду просто перекрикивать радиопереговоры Потому что они идут сплошняком Мы на радиоволне аэропорта Джона Кеннеди Представляете, мы прямо сейчас летим туда, чтобы сделать посадку А вот этот вот вид сбоку на Мидтаун Нью-Йорка Манхэттена Это просто нечто невероятное Эмпайр Стейт Билдинг слева по курсу Видимость идеальная Ну и турбулентность, конечно, приличная Но это все ерунда Отсюда видно сейчас, посмотрите Пруглинский мост, один из самых знаменитых мостов мира World Trade Center Пожалуйста, мы летим прямо на высоте его макушки Я вам даже более того скажу На обратном пути, если нас не укачает от турбулентности Мы можем даже попросить сделать круг вокруг Эмпайр Стейт Билдинг И если здесь не будет много трафика, они реально разрешат это сделать Потому что мы как раз будем пересекать Манхэттен посередине Но это не главная цель Главная цель сделать посадку в GFK Мне даже не верится, что это происходит Посмотрите, самое красивое Если говорить не с точки зрения природы А с точки зрения домов, городов и так далее Авиапространства в мире И я сейчас лечу здесь, завершая свой курс High Performance После того, как я неделю назад получил PPL в Америке Это просто события, они как доминошки падают Я не успеваю за ними следить Я не успеваю даже смотреть в окно Но это просто невероятно Вот он, весь Бродвей проходит Уолл-стрит, пожалуйста, слева одна Невероятные впечатления Ты знаете, когда ты уже четвертый раз летишь вокруг Манхэттена То уже даже делать круг вокруг Статуи Свободы Становится каким-то попсовым занятием Что мы даже сейчас не будем этим заниматься Мы летим на GFK Смотрите, какая чистота в эфире, да? Как давненько никто не говорил Это редкость Вышка Нью-Йорк, 72 Майк Чарли Продолжаем полет на юг до дальнейших указаний 72 Майк Чарли Принял продолжать и полет прямо до моста Летим к мосту, 72 Майк Чарли А нам нужно лететь прямо к мосту или вдоль правого берега? Река, считай, это дорога По прямой нельзя Представь, что здесь есть разметка И мы, разумеется, должны лететь по правой полосе, не срезая К мосту должны прилететь к восточной башне Там слева есть западная, а мы к восточной летим Когда мы над водой, уже не так турбулентность ощущается Согласен, над водой намного более плавно Кстати, там справа самый длинный морской порт На восточном побережье США Порт Элизабет А может, даже и самый длинный в США Надо уточнить 72 Майк Чарли, снижайтесь до 1500 футов Снижаемся до 1500, 72 Майк Чарли Уменьши обороты, плавно и медленно Потому что иначе нас всех тут укачает От положительных перегрузок 72 Майк Чарли, снижайтесь с Кеннеди Вышка 119.1, хорошего дня 119.1, 72 Майк Чарли Теперь мощности добавь, а то проваливаться Начинаем Стабилизируй самолет 2000 оборотов, отлично И сейчас выходим на связь с JFK И они будут нас векторить И очень важно в точности соблюдать все то, что они говорят Без отклонений Какую нам дали частоту? 119.5 Неправильно, 119.1 Новэмбо, 72 Майк Чарли Вышка Кеннеди Высотомер 3011 Какие ваши намерения? Мы бы хотели сделать конвейер на любой полосе Если это возможно Ну и разумеется запрашиваем в викторине 72 Майк Чарли Окей, ваш запрос конвейер Ну да, конвейер или посадка с остановкой По возможности 72 Майк Чарли Спасибо Новэмбо 2 Майк Чарли Вышка Кеннеди На связи 72 Майк Чарли 72 Майк Чарли Что ж, я вам могу предложить Или посадку с полной остановкой Или... Больше ничего Ваше намерение? Посадка с полной остановкой 72 Майк Чарли 72 Майк Чарли Проследуйте к третьему развороту левого круга полетов Полоса 31 Левая Третьему развороту полосы 31 Левая 72 Майк Чарли Высота 1500 Ну что, мы летим на 31 полосу Левая мы сейчас вот здесь И полетим вот по такой траектории Там две 31 полосы И нам нужна та, которая ближе к океану Видишь? Кстати говоря, это самая длинная из всех взлетных полос Аэропорта Джона Кеннеди Обычно на нее садятся самые большие самолеты в мире Типа 747 Боинга И то, что сегодня мы на нее приземляемся Это большая удача и редкость Мне продолжать поворот? Да, еще немного Ребят, прямо сейчас смотрите Вот мы подлетаем к аэропорту Джона Кеннеди Вот мы, вот наш самолетик Мы сейчас движемся вот сюда Для того, чтобы зайти на полосу 31 Левую Вот так вот мы сядем И видите, там сейчас прям какой-то самолет садится И после этого мы полностью остановимся А конвейер не разрешили сделать Просто представляете, завтра из этого аэропорта Я буду улетать на Боинге 777 А сегодня я на Цейсле сажусь туда с полной остановкой Смотри, вон полосу видно Там прямо сейчас большой пассажирский самолет взлетает Видишь? Это самый большой аэропорт, который я когда-либо... 72 Майк Чарли, будьте внимательны Перед вашей посадкой несколько самолетов будут взлетать Ожидается турбулентность при посадке Ветер 280 на 15 Полоса 31, левая посадку разрешаю Полоса 31 левая, посадку разрешили Ожидаем турбулентность лета От взлетающих самолетов, 72 Майк Чарли, спасибо Ну что, нам посадку разрешили Видишь полосу? Пока что летим прямо вон к тому белому зданию Видишь белое здание там? Угу Когда будем под 45 градусов от полосы, начинаем разворот Полоса будет прямо за речным протоком Да, там прямо сейчас самолет взлетает Совершенно верно Да, именно на эту полосу мы сейчас сядем Полоса 31, левая Одна из самых длинных взлетных полос во всем мире Будем использовать закрылки на 20 градусов, не больше Потому что очень ветрено Там прямо на предварительном стоит огромный самолет Который ждет, когда мы совершим посадку И потом он взлетит Мне кажется, он успеет взлететь до нашей посадки Ребят, там просто стоит толпа из огромных самолетов Которые в очереди ждут, пока мы сядем Сейчас жгут тонны топлива Лети 95 узлов или 90 немедленней Так как там не меньше 400 человек ждут, пока мы сядем Обалдеть Добавь немного мощности, пожалуйста Ребят, у меня так ладошки вспотели Используй правую педаль, чтобы скомпенсировать боковой ветер во время посадки Держи 90 узлов, люди в тех самолетах очень ждут Я вижу там в очереди Боинг 767, Джетблю и Аэрбаз 320 И Эмбрайер подъезжает Я целюсь вон в ту темную зону, куда обычно Боинги садятся Все верно, молодец, продолжай Не снижай скорость Скорость 90 узлов У самолетов в очереди сгорает очень много топлива И вон еще один подъезжает Спасибо, что подождали, ребят Ребят, это просто невероятно В JFK с посадкой, с видом на все эти небоскребы Скорость 97, чуть-чуть уменьшаем обороты Давай следующий уровень закрылок В закрылке 20 Плавно, не спеша, не забывай про правую педаль Конечно, я помню, выдерживай осевую Ну что, вот мы и совершили нашу посадку на полосу 31 В аэропорте Джона Кеннеди Плавно, добирай, плавно, задержи Хорошо Изумительная посадка, очень хорошо, идеально Пока не тормози, нам до рулежки еще ехать и ехать Вот, по чуть-чуть добавляем теперь Вышка Кеннеди, 72 Майк Чарли, запрашиваю руление 72 Майк Чарли, какие намерения вы улететь хотите? Подтверждаю, 72 Майк Чарли Подтверждайте Подтверждаю, 72 Майк Чарли 72 Майк Чарли, выполняйте правый поворот по рулежке Майк Затем поворот направо по Браво И ожидайте на Кило Направо по Майк, потом направо по Браво И ожидаю Кило на Вембе, 72 Майк Чарли На Вембе, 72 Майк Чарли На свете, 72 Майк Чарли Продолжайте движение, вы все еще на взлетке Продолжай движение вперед, 72 Майк Чарли 72 Майк Чарли Направо по Майк, ожидайте у Лима 72 Майк Чарли Майк, направо по Альфа, ожидайте у Лима Майк Альфа, ожидаю у Лима 72 Майк Чарли Ребята, это настолько сложный радиообмен, они так быстро говорят, тут несколько граундов, ты должен просто менять частоты, только оставаясь на земле. Посмотрите на это, сколько здесь всего. 2 Майк Чарли, в каком направлении планируете дальше? На высоте 1500 в сторону Гудзона, Новэмбо, 7-2 Майк Чарли. Ожидайте, 7-2 Майк Чарли. Ожидаем. 7-2 Майк Чарли, вы хотите полететь вдоль Манхэттена и затем в Кодвелл, или вы бы хотели поговорить с опроч-контрол? Подтверждаю скайлайн-тур вдоль Манхэттена, 7-2 Майк Чарли. Высота на ваше усмотрение 1500 или 2000. Окей, Новэмбо, 2 Майк Чарли, ожидайте на этой частоте. Ожидаю, 7-2 Майк Чарли. Просто посмотрите, я завтра на вот таком же самолете полечу отсюда, он огромный, он, я не знаю, в 50 раз больше, чем наша цель. Новэмбо, 2 Майк Чарли, готовы записать? Готов, 7-2 Майк Чарли. Стресс, ребята, это стресс. Новэмбо, 2 Майк Чарли. Разрешаю полет через пространство Браво в 8 миль к западу. Высота 1400, ответчик 0-3-2-1. Разрешили пространство Браво в 8 миль к западу, 1400 футов, ответчик 0-3-2-1-7-2 Майк Чарли. Все верно, вернитесь на частоту руления. Кеннеди руление, 7-2 Майк Чарли, разрешение на вылет получили. 7-2 Майк Чарли, Кеннеди руление. Полоса 31 левая по рулежке Альфа прямо до Джулия с пересечением полосы 22 правая. Полоса 31 по рулежке Альфа до Джулия с пересечением полосы 22-72 Майк Чарли. Управление отдал. Управление взял. Отлично. Это самая большая взлётная полоса, которую я когда-либо видел. По большому счёту с неё можно взлететь, потом сесть, потом опять взлететь, и потом ещё раз сесть, и возможно даже ещё раз взлететь. Вот эти огромные самолёты вокруг, это просто что-то невероятное. Ну это, конечно, очень серьёзное. Тут сюда вообще, мне кажется, мне ближайшие лет 5 не светит самому взлететь. Тут надо только с очень опытными пилотами летать. Да и в принципе, чём мне сюда самому соваться? Это просто, ребят, бесконечная рулёжная дорожка. Ты использовал не больше 10% от взлётки и примерно 10% от рулёжки. Да я, наверное, по земле столько не ездил за всю мою карьеру пилота, сколько за сегодня. Так, теперь останавливаемся. Вот здесь уменьшим мощность, ещё меньше. Теперь полная остановка. Отлично. Видишь, там самолёт садится. Кеннеди-вышка Skylane 72 Майк Чарли на предварительном полоса 3.1 к взлёту готова. На ВМВ 72 Майк Чарли, Кеннеди-вышка, ожидайте на предварительном полоса 3.1 левая самолёт садится. Ожидаем на предварительном полоса 3.1 левая 72 Майк Чарли. Мы ждём, пока огромный самолёт заходит на посадку. И сразу после него мы будем взлетать, скорее всего. Кстати, я не почувствовал турбулентного следа от самолётов при посадке. Но сегодня такой ветер, что, видимо, уже турбулентный след сдуло, пока мы сели. Интересно, что они все думают по поводу Cessna в этом аэропорту? Да они нормально к этому относятся, это довольно распространённое явление. На ВМВ 72 Майк Чарли полоса 3.1 левая занимайте, ожидайте, будьте внимательны, турбулентный след. Занимаем, ожидаем полосу 3.1 левая, внимательны к турбулентному следу 72 Майк Чарли. Управление дал, управление взял. Занимай взлётку и жди в районе стрелочек. Окей. Ты управляешь самолётом, а я веду радиообмен. Окей? Окей. Я думал, что после полёта вокруг Манхэттена меня уже ничего не впечатлит. Но посадка в GFK это вообще следующий уровень. Это была прекрасная посадка, я очень доволен. Очень мягкая. И вам спасибо за обучение. 72 Майк Чарли, ветер 280 на 15, полоса 3.1 левая, взлёт разрешаю. 3.1 левая, взлёт разрешили, 72 Майк Чарли. Погнали. Скорость растёт, 40, выдерживаю направление, 50. Не начинай взлёт подольше, а разгонись. Теперь взлетай и на тормоза, чтобы вибрацию убрать. Отлично. Ты только что взлетел с одной из самых длинных взлётных полос в мире, с самого крупного аэропорта Америки, и теперь летишь прямо в Нью-Йорк к Манхэттену. Я не могу понять, это такой вид. Блин, даже не верю. Как же это было круто. Спасибо вам огромное за полёт. Поздравляю, отличная работа. Огромное спасибо. Ты всё сделал очень хорошо. Да прям не верится. Ты и правда большой молодец, я весьма доволен полётом. Такого опыта у меня ещё не было. Для одного пилота это очень сложный маршрут. Хорошо, что мы были сегодня вдвоём и смогли разделить обязанности. Если бы я один полетел, это было бы действительно сложно, поэтому круто, что ты управлял самолётом, я вёл радиообмен, и мне кажется, мы отлично справились. Поздравляю ещё раз. Я официально закончил свою учёбу, получил PPL, получил High Performance, и завтра я вылетаю домой из JFK, из того аэродрома, в котором я сегодня садился сам на Cessna 182. Это было просто невероятно. Вообще всё обучение здесь было невероятно. Хочется, конечно, сказать отдельное спасибо школе, где я учился. Air, Fleet, Training, Systems, вот тут сайт есть, номер телефона. Ребята меня приняли с распростёртыми объятиями, помогали вообще во всём. Школа очень крутая, её главное преимущество, конечно, это сложное авиационное пространство. Поначалу тяжело, но когда вы влетаете, это, конечно, даст вам преимущество на всю дальнейшую жизнь. Ну и, конечно, преподавательский состав. Просто отдельное спасибо Райну, Алексею. Да всем вообще огромное спасибо. Кайлу, Константину, Роману. Вообще сегодня у нас два чекраида было. За Air Fleet. Ну что, ребят, это был очень стрессовый полёт и незабываемый однозначно, одно из самых вообще ярких событий, которое может произойти в жизни пилота. И у меня это произошло всего через год после того, как я пошёл в авиацию. Что же будет дальше? А дальше я хочу слетать на Гранд Каньон. Мы достроим мою Цесну в конце-то концов, поэтому завтра у меня уже билеты в Питер. Там мы начинаем сборку, ставим самолёт на крыло, облётываем. Столько всего должно произойти в ближайшее время. Надеюсь, что всё получится по плану. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а на сегодня всё. Всем огромное спасибо за внимание. Уверен, что вы получили удовольствие от просмотра этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Ну и напоследок хочется сказать вам о том, что по ссылке в описании есть наши аккаунты Бусти и Патреон. Если вы хотите помочь нам в создании контента, вы можете оформить ежемесячную подписку. Там будет небольшой донат. Соответственно, на Бусти можно подписаться с российской карты, а на Патреон с иностранных карт. Будем благодарны вам за подписку. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok